Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ можно отдать голос на предстоящих выборах. Елабужский институт КФУ открыл дом научной коллаборации. В КФУ переболевшие коронавируса могут заморозить плазму крови для себя и своих близких. Участвовать в народном голосовании теперь можно, не отрываясь от учебы и работы. Студенты и сотрудники Казанского федерального университета смогут отдать свой голос на предстоящих выборах прямо в ВУЗе. О том, как проголосовать и в какое время, смотрите в нашем следующем сюжете. С 11 по 13 сентября состоятся выборы президента республики Тадавстан и депутатов Казанской городской думы. В институте физики Казанского федерального университета находится избирательный участок номер 44. Сотрудники и студенты университета смогут отдать свой голос по месту работы и учебы. Для того, чтобы прикрепиться к этому участку, к 44 участку избирательному, необходимо подойти в пункт приема заявлений, который находится по этому же адресу, Кремлевская 16, кабинет 117. Подойти с паспортом и сотрудник оформит заявление о прикреплении. Это можно сделать в срок до 10 сентября. В будние дни пункт приема заявлений работает с 16 часов до 8 часов вечера, а по выходным пункт приема заявлений работает с 9 утра до 2 часов дня. Заявление для голосования на избирательном участке номер 44 можно также подать через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. С 11 по 12 сентября будут проходить выборы и в Казанскую думу, и президента Республики Татарстан. Это что касается выборов до дня голосования. А уже 13 сентября в сам единый день голосования можно также будет прийти проголосовать с 8 часов утра до 8 часов вечера. Диана Жленкова, Велета Басова, Универтньюс. У переболевших COVID-19 в крови есть антитела, которые связываются с вирусом и нейтрализуют его. Сейчас в России и во всем мире разрешена процедура по переливанию плазмы. От переболевших тяжелобольным пациентам для того, чтобы снизить тяжесть протекания заболевания. На Учноклиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета доступно персонализированное хранение плазмы крови донора. Все подробности далее. Переболевшие коронавирусной инфекцией могут заморозить плазму крови для себя и своих близких. Эту процедуру делают в Казанском федеральном университете. И директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Резванов прошел ее. В Татарстане КФУ является одним из инициаторов создания банка плазмы крови, переболевших COVID-19. Сейчас на базе республиканского центра крови такой банк создается с участием ведущих республиканских учреждений здравоохранения. Казанский федеральный университет в этой программе Минздравом определен как ведущая научная организация, которая отвечает за определение титра антител, то есть количество антител в крови переболевших. И только те, у кого этот титр выше чем 1 к 160, могут стать донорами плазмы. Программа рассчитана на донорство. Человек, переболевший коронавирусом, сдает кровь, которая может быть использована для тяжелобольных пациентов. По сути, это переливание частички иммунитета, которое поможет другому человеку справиться с вирусом. Отметим, что пациент, имеющий антисела COVID-19, может стать донором не только для родственников и остальных людей, но и для самого себя. В Казанском университете мы предлагаем услугу по персонализированному хранению такой плазмы. То есть переболевший пациент может сдать плазму, мы ее соберем, будем хранить в биобанке при сверхнизких температурах в жидком азоте. И в случае, если у пациента, например, иммунитет со временем исчезнет, и если, не дай бог, пациент повторно заразится коронавирусной инфекцией, то у него будет эта плазма с антителами против COVID-19 лежать в нашем биобанке. По словам Альберта Резванова, плазма крови может храниться вечно в жидком азоте при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Плазма феррес – процедура безопасная в том плане, что из крови пациента удаляется только плазма, а все клетки крови – красные, белые кровяные тельца – они возвращаются в организм пациента. Таким образом, он не чувствует никакой анемии, его, скажем так, кровеносная система испытывает минимальную нагрузку. Желающий стать донором может обратиться в регистратуру научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, который расположен по адресу Волкова, 18. Там можно будет заключить договор. Нужно будет пройти обследование, сдать тесты на то, что у этого человека, например, нет инфекционных заболеваний, которые передаются через кровь. И, по сути своей, это требования к донору такие же, как и для обычного переливания крови. Диана Шеленкова, Ленар Тулетяров, Универньюз. Елабужский институт Казанского федерального университета открыл дом научной коллаборации. 1 сентября состоялось его торжественное открытие. Все подробности далее. 1 сентября в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» под эгидой национального проекта «Образование» состоялось торжественное открытие первого в Татарстане Центра дополнительного образования ДНК Дома научной коллаборации имени Камиля Валеева при Елабужском институте Казанского федерального университета. Безусловно, это заслуга всего коллектива. Это результат той работы, тех курсов повышения квалификации, которые в течение долгого времени реализуют преподаватели вуза. Результат работы самих преподавателей, студентов. Мы уверены и будем привлекать к данной работе и учащихся нашего института, и, конечно же, ждем наших учеников университетской школы для того, чтобы давать вам новые знания. Потом вы с этими знаниями уже приходили к нам. Работа ДНК планируется по нескольким направлениям. Это занятия детского университета и малой академии, на которых за год пройдут обучение 400 школьников. Ребята освоят шахматную науку, биотехнологии, программирование беспилотной техники, создание дополнительной реальности, основы мехатроники и микроэлектроники, арт-технологии и многое другое. Кроме того, на базе новейшего оборудования центра для школ будут организованы уроки биологии, технологии и информатики, которые синхронизированы со школьными программами. Я очень рада, что у нас в городе открылся такой классный центр. Мне очень понравился кабинет информатики, и я очень рада, что я буду сюда ходить. Вообще, его основная такая задача – это подготовить именно наших обучающихся воспитанников для участия в мировых проектах, чтобы они именно в образовательных и научных центрах проявляли все свои возможности. Стоит отметить, что все образовательные программы ДНК для школьников и учителей Татарстана, в том числе выездные и дистанционные, будут бесплатными. Диана Желенкова, Айдар Нурмеев, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета начали активную борьбу с американским клёном. Задача эта непростая, и для того, чтобы справиться с чужеродным видом, потребуется не один год. Как экологи будут вести свою работу, и чем же так опасен этот американский клён, расскажем в следующем сюжете. Компания «Татнефть» обратилась за помощью к сотрудникам Казанского федерального университета по вопросу борьбы с американским клёном. Такие чужеродные виды распространяются неконтролируемо и внедряются в естественные природные сообщества. Часто они вытесняют местные виды флоры, полностью изменяют состав и структуру растительных сообществ, что приводит к потере биологического разнообразия и не только. Природные экосистемы, которые были по берегам рек, сейчас полностью изменены. В частности, американский клён образуют сплошные заросли. По словам учёного, спил деревьев не даст эффективного результата. Помимо этого, всё это может негативно отразиться на природе и проживающих здесь микроорганизмах. Опасно также использование пестицидов. И после спила из оставшегося пня появляется на следующий год очень обильная поросль, с которой ещё сложнее бороться, чем с взрослыми деревьями, то здесь стоит задача подыскать такой метод, который бы помог полностью уничтожить растения. По результатам исследований эксперты разработают рекомендации по борьбе с американским клёном. На полное восстановление уйдет как минимум три года. На этом всё. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!